Добрый вечер, приветствую всех на AllSuite Online и начнем, потому что сегодня очень много нужно просмотреть информации, так как заканчивается большинство фьючерсных контрактов и это на некоторых контрактах фьючерсных последние, некоторых предпоследней недели. Просмотрим основные важные уровни, которые пригодятся на декабрьский контракт. Сначала новости и на следующей неделе в Китае во вторник отчет по объему промышленного производства, затем в среду будет отчет по Petroleum в штатах и опять же штаты 15 числа будет открытие очень таким волатильным, я думаю, потому что там Jobless Claims, Retail Sales, ну в общем закрывают они недельку, но как раз по штатам первая половина недели будет более спокойной и вот следующая неделя 22 числа Фомка и может быть очень интересный сюрприз, зависит от настроения американцев, вернее федеральной резиновой системы. Вот так, по еще отчетам, также на следующей неделе интересный момент будет это решение по процентной ставке в Швейцарии, хочу напомнить, что я уже на прошлых Wall Street Online вам говорил, что в сентябре очень много центробанков будут отчитываться по процентной ставке, сюрпризы могут быть всякие и такой плотный период будет в районе восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого числа, там три вроде крупных центробанка будет отчитываться по процентной ставке и может быть все что угодно. На этой неделе Евроцентробанк поставил на том же уровне, ну вот четверг пятнадцатого в Центробанк Швейцарии и в пятницу решение по процентной ставке Российской Федерации. В аналитике планируют на полпроцента понизят до десяти, сейчас здесь с половиной и вот они ждут десяточку. Вот, если еще ниже десяточки понизят, будет очень неплохой драйвер роста и на этом можно будет немножко поспекулировать. Вот так вот, в общем в следующей неделе большинство фьючерсных контрактов Евро, СНП, РТС будет завершение, экспирация и переход на декабрьский контракт. Мы сегодня посмотрим важные уровни, посмотрим какие уже есть ли объемы на декабрьском контракте. Ну и будем потихонечку готовиться к осеннему периоду. Зачастую как раз осень может быть очень такой динамичной и трендовой. То есть, однонаправленная динамика это очень огромный плюс для системной торговли. Напомню, что в сентябрьском контракте мы вновь возобновили такой мини конкурс по инструментам СНП, Евро, РТС и Рубль. Четыре инструмента, кто занимает первые три места по рейтингу TotalPNL с учетом небольших правил, таких маленьких. Мы о них писали, там открытие в первом же баре на РТС на рубле. Вообще как бы открытие позиции сразу с OpenMarket желательно не производить. Ну, если где-то по дате в Швейцарии, ну в экономическом календаре у меня была Швейцария. Возможно, Банк Англии надо присмотреть. Сейчас, кстати, надо на всякий случай это все. Если будет поправка по дням процентных ставок в сообществе Wall Street Online на Google+, которая закрытая, это не для того, чтобы там какую-то информацию скрывать от других. Просто чтобы не было спама, не было лишних участников, которые там засоряют информационным каким-то вакуумом ленту. Да, кстати, те, кто подписан на Wall Street Online в Google+, либо же на Facebook, можете принимать участие, делиться своими взглядами на рынок, какие-то дискуссии, проводить опросы. Вот, то есть, в принципе, достаточно интересно мнение других. Вот, мы планируем ввести вот в этом декабрьском контракте такой, помимо Wall Street Online, еще мини-опрос на предстоящую неделю. Какие ваши прогнозы и, соответственно, вы будете видеть общую статистику всех посетителей Wall Street Online, либо же зрителей, и сколько планируют, что будет рост, падение, либо же flat. Посмотрим, что из этого получится. Мнение большинства будет совпадать с реальным событием, либо же, в основном, будет все мимо кассы, как говорится. Так, ну, приступим. Сейчас вы увидите рейтинг по всей CME. Сейчас я уберу Market Watch, он пока вам не нужен. Вот, очень интересно идут первая троечка. Я так понимаю, это кто-то из Китая. Майя, JHFG, неплохая серийность. Потом идет Macao, тоже хорошая серийность. Ну, и в Уганде тут прям заслуженно. Пять сделок, все в яблочко, позиции закрыты. Супер. Вот сетка талантливых трейдеров, которые открывают позиции в публичных. Их видно, можно их комментировать, и можно за ними даже дублировать сделки, если есть желание. Так, вот сетка преуспевающих. 21 участник попал как раз на первый экран. Вот Агран 220. Старичок уже голем. Голем недавно появился. Там вроде были какие-то нарушения по открытию позиций. Нужно будет пересмотреть. Ну, в принципе, серийность неплохая. 104 сделки, 68 зеленые маркера. Значит, стоит присмотреться. ТАРУС. Либо ТА. Технический анализ РУС. Ну, в общем, не знаю, как это. Может, это даже имя. Вы уж простите, если я такой. 50 сделок, 3-4 положительные. 15 всего лишь убыточных. Это вот, если там все отлично, то второе место. Тут без вопросов. Товарищ Дизель даже в пятерку два раза попал. Много сделок. Там можно смотреть. Киса. 21 сделка, 8 только плюсовых. Ну, как видите, одни и те же имена. И это радует, что стабильно, стабильно работают. Обычно Банк Швейцарии меняет первые процентные ставки. Потом уже ЕЦБ начинает менять. Там и так минус 0,75. Поэтому куда там уже. Может, это все. Когда-то я даже представить не мог, что могут отрицательные процентные ставки быть. А сейчас это нормальное явление. Реальность. Отдельно по инструментам. Евро, СНПФ, Рубль и РТС. Будет статистика уже по завершению и экспирации контракта. И на следующем. Болслит онлайн. В общем, бонусы, которые обещали, будут розданы. И все, кто, в принципе, закрывает контракт плюс. Хорошие участники, торговцы. Не важно, какое место. Есть такие трейдеры, которые торгуют не в первых местах. Но за ними очень даже интересно понаблюдать. Обращайте внимание на серийных сделок. Особенно в первую очередь. Потом уже техника и риск менеджмент. Техника закрытия позиций. Нажимаете кнопочку Connect и вы подключаетесь к его торговле. Это для тех, кто еще впервые видит программу. Волфикс. Так. И начнем с S&P. У нас сегодня достаточно такой объемный будет Wall Street. И так. Вот так вот, видите, сбрасывает позиции. Уже на декабрьский переключилась система в Волфиксе. Но нам нужно еще подвести итоги на сентябрьском. И так. Открытый интерес просто рухнул. Вот. Видите. 9 числа очень сильно упал открытый интерес. Фиксация. И 80% контракта. Даже не 80%. По сути где-то около 30%. Все остальное было во флете. Но, в общем, динамика относительно открытия. На рост. И фиксация этих покупок долгосрочных. Достаточно понятно, почему идет такой резкий коррекционный момент. Массовое закрытие. Это цел ликвидность. И она вот толкает все это дело вниз. Вот. Давайте посмотрим, как относительно контракта индекса РТС. Динамика, насколько у них идет разбежность. Сейчас я попробую волатильность достроить. Вот. Теперь да. Вот. Здесь немножко уводило индекс за счет нефтяного. нефтянки, в общем. И, в принципе, тактически они выполнили идентичную динамику. Даже, наверное, у РТС лучше получилось. Были и коррекционные моменты. Это намного лучше, чем на СНП. И вот такой боковик из двух массивов крупных без возможности даже занять позиции. Неплохие. Так. А VWP сейчас мой за месяц. Это мы его уберем. И VWP поставим. Да. За месяц. То есть, в принципе, уже ушел под среднеизвешенную. Тут даже если без сброса формулы провести такую медиану этого индекса, то все, котировка ушла. даже ниже массива вот этого крупного. Мы сейчас это рассмотрим на классер профайл. Немного таймфрейма. Итак. Уже можно зафиксировать ядро спокойно. Их, в принципе, по большому счету можно фиксировать как два диапазона. 75 по 83. Покинули в зону комфорта на S&P и даже толкнули за 55. Второй коридор 55 по 69. Ну, можно их объединить. Просто 55, 85 либо 82. Диапазон плотно. Массив 1, массив 2. И тут еще раз третий. Поддержку уже коснулись, но посмотрим, как с этим диапазоном событий дела идут на декабрьском контракте. Ну, если брать в расчет цены декабрьского контракта, пока еще не ушли ниже, но вот этот массив пробили. объем уже на S&P за текущий день миллион 125 тысяч контрактов. Это к тому, что на S&P он стартует раньше на новом контракте, хотя по официальным датам на следующей неделе он должен только переходить. Это такая вот специфика S&P 500. Причем изучал историю этого индекса немножко достаточно так интересно. S&P 500, ну, я думаю, все присутствующие знают. Это 500 компаний крупных лидеров США и компания рейтинговая стандарт энд Пурс. Естественно, S&P 500. И 500 – это количество компаний. Есть в S&P 600, 400, 2000. Разные, в общем, индексы. Точно так же, как на индексе на бирже Force есть разные по составу индексы. И транспортный, и там, ким-сектор, финансовый сектор, точно так же и на S&P. Так вот, оказывается, те, кто формирует список, лист компаний, соответственно, рейтинговое агентство стандарт энд Пурс, они стараются не только самые-самые-самые вот богатые компании, но еще стараются разбавить, чтобы были задействованы все сектора экономики, не только финсектор, по идее, должны были в стопку просто в S&P 500 состав и все. Стараются и разные сектора добавлять, поэтому можно встретить такие компании, которые намного меньше капитализации, чем тот же самый 3M, либо же там General Electric, чтобы была достаточно такая объективная и четкая картина по состоянию экономики в Штатах. Я, на самом деле, не знал этого, вот буквально недавно прочитал, что не все 500 компаний могут быть только-только самые крупные и самые капитализированные. Вот такие вот интересные вещи. Так, на новом контракте декабрьском первый день тут разбросали объем с 73 по 36. Соответственно, разница в цене 10 долларов сейчас между двумя контрактами. Этот торгуется по 43, декабрьский по 33. В цене поэтому смещение будет по ценовому диапазону. Для удобства нажимаете с клика контракта в кнопку Merge Contract и у вас вот этот gap, это будет маячок, что вот там вот с клика не отображает данные, так как просто торгуется новый контракт на 10 долларов дешевле. Далее, еще помимо вот этого двойного ядра 56,82, стоит также зафиксировать еще такие важные уровни, как вот эта поддержка оперативно на максимуме в тот момент. Две такие неплохие сессии бросили и потом даже три раза защитили. Хорошая такая точка. И вот так начался прошлый контракт. Ай-яй-яй, извините, тут 29 почему-то сейчас. Надо добавить пару дней. Вот. Я думаю, что-то нету. Вот так начался достаточно спокойненько этот контракт сентябрьский. Сброс был достаточно жесткий, так как предыдущий тоже был постепенный рост. И вот эта плита тут точно заходили избранные. Поэтому три девятки 2015 на всякий случай поставьте себе коридор. Как видите, ликвидность тут была на самом пиковом уровне относительно всего контракта. Буквально вот на открытии 16-го числа 2200, потом 26-го два с половиной миллиона оборотов. И тут доходило почти до трех. Здесь прям раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть сессий подряд на повышенных оборотах шли. Фактически неделю заходили. Поэтому, да, Brexit это по вот этой сессии. Вот этот диапазончик, в принципе, можно даже брать и повыше. Но, я думаю, тут две сессии как раз зафиксировались такие вот тут. В общем, три девятки по 2015 уже будет пробитие минимума предыдущего контракта. Это очень важный уровень. Следующее. Объемное открытие и закрытие. Ну, можно считать вот это закрытием, так как вот здесь уже пошел весь ликвид на новом контракте. Закрылись очень-очень на максимуме. То есть, такое закрытие предвестник того, что это еще не предел. Могут еще выйти на 2300-2250. То есть, спокойно байеры держали контроль. И основную часть летнего контракта они удерживали на максимуме. Не дали селлером даже создать сильного рывка на продажу. То есть, такая вот, в общем, интересная вещь. За счет смены контракта в Киев волатильная тенденция. Нормальное явление. Волатильность в конце контрактов. Ну, не прям там каждый контракт. Но вот последние несколько сессий могут быть такие абсолютно хаотичными. И осторожнее, в общем, идти. Размечались тут. Потом еще дозагрузились после того, как сбросили всех по стопорям. Поэтому 88 и 2070, думаю, нужно зафиксировать. Можно 2078 взять и 88. Ну, в общем, вот эти два массива, они тоже будут играть роль уровня, который может послужить поддержкой. Это если еще пробьют вот эту локацию. Ближайшая поддержка 2070, 2088. И потом уже контрольная поддержка на трех девяток 2015. И теперь посмотрим на декабрьский контракт, какие там уже есть диапазоны. Ну, 100 тонн бросили на 2174, пока самая популярная цена была, вернее, самая ликвидная. И такой плотно-тесно проторговали диапазончик с учетом этого периода 2046-2152. Последняя цена с таким более-менее крупным ликвидом, вот 1029 тонн, это 36 копейками. Вот, как раз сюда они и пришли. Дальше ликвидности нет, поэтому посмотрим, как они расширят дальше на цену завтра. Класс ручард. Здесь мы смотрим дельту за day, таймфрейм. И на декабрьском контракте, именно на новом контракте. Здесь вовсю активность селлеров. Даже вот на самом минимуме сессии. Здесь идет десяточка, 30 тонн. Сейчас посмотрим. Дельта какая, минус 2. Минус 2, минус 2 300, минус 2 800 и максимальная дельта у байеров это 1, вот 3, а 5 тонн, вот 2752. Ну, такие уровни я не подсвечу, чтобы не было загромождение фильтров. И так, в принципе, если объемные сессии идут, все забросано вот такими маркерами, можно заботиться. Еще одно, мне не очень. Тук-тук-тук-тук. Чуть серый такой. Так. На сентябрьском контракте, 30 тонн на стороне селлеров и минус 3, минус 3, минус 3. 300. Ну, такой понемножку, но есть. Три сессии, вот, нормальное явление, в принципе. Скрытый интерес смотреть не будем, так как там понятно, что будут сбрасывать на одном и на другом будут входить. Эти объемы очень важные, потому что на новом контракте только-только размещаются позиции. То есть, из уравнения убираем фактор закрытия, либо открытия объема сделок. То есть, там и так понятно, что только заходят, поэтому у этих уровней более такая облегченная, прогнозируемая составляющая. Так. Декабрьский контракт. Здесь пока вот 21.47, 21.57. Такой из нескольких массивов, так как ударная сессия. И тут ядро за счет котировки, которая, ну, фактически была малоликвидной. Вот. То есть, одну сессию оценивать тут даже нет смысла. Разбросали, в общем, объем. А вот на сентябрьском тут все как раз так и есть. Вот тут у нас аккумуляция с 83 по 79. Соответственно, долго удерживали на максимуме контракт и сорвались буквально за один день. Но все равно объемное закрытие мы учитываем 80-85. для оценки, как будет вести себя декабрьский контракт. Если на следующей неделе уходит выше закрытия предыдущего контракта, то это уже будет много о чем говорить. То есть, байеры очень уверены и ведут себя достаточно так вальяжно. fsx где-то там здесь тоже фиксируются и тут сейчас выберу EWP. Но здесь как-то у них попроще в этом плане. Более-менее они придерживаются стандартов и дат экспирации. Поэтому не удивительно, если на следующей неделе только будет декабрьская котировка. Более ликвидной. Сейчас только заходят. Сегодня 49 тысяч только не торговали. То есть, он еще не... У нас система автоматически переключается на активный контракт, когда ликвидность на нем превышает старый контракт. Классер профайл возьмем. То же самое. Ловили fsx, европейский индекс с минимумом. Брали тут тоже 4-5 сессий. Была хорошая ликвидность. 27.70 исторически будет для торгующих этот индекс уровень. И вот такая вот модель была на покупку. Так же самое... Вернее, точно так же коварно, без сброса с топиком не обошлось. Но техника отработки такая достаточно техничная и четкая. То есть, не ушли выше вот этого массива. Можно было их все-таки ждать и на 68. Вернее, 26.88. Но уровень отработали. Значит, он будет значим. И объемная защита тому... Хорошее подтверждение. Так, 29.50 по 29.95 это ядро контракта сентябрьского. Закрытие, ну, уже не официально, но вот для себя можем ориентироваться на 71.92. Спокойно, неделя простояла на максимуме. Соответственно, там были какие-то байеры. Селеры, само собой. Но байеры там все-таки были, раз там котировка не рухнула. Поэтому в 29.50, 29.95 как ориентированный коридор. Можем захватить еще второй массив. 29.25, 29.95. Это коридор номер один, ядро контракта. И пока будет FISX держаться выше этого коридора. Соответственно, у нас есть шансы еще на положение роста. Уйдут ниже ядра. Все трейдеры на европейских биржах будут понимать, что цена уже ушла ниже базового значения. То есть, ключевая поддержка и основной массив. Вернее, 30.71.30.92. Планка по сопротивлению, верхний массив самый. Поэтому, как возможная защита селеров, тут еще может такое произойти. ДАКС. 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 вот эти две точки, как сопротивление сюда не включить не поднимается рука значит 20 вернее 10 550 по 10 700 это вот важный коридор который будет разделять ориентир и уйдем ниже 10 500 ждем на 330 330 поддержка хоть и котировка ушла ниже данного уровня это по большей степени связано с сбросом стопорей интересный вопрос к присутствующим кто-нибудь развивается интересуется либо ведет какие-то разработки в HFT то есть либо квантатив трейдинг автоматическая быстрая торговля какие-то наработки на российской бирже, например никто не практикует, не пробует себя в этом ключе на российском рынке Михаил планируете в общем просто сейчас спрашиваю буквально свежую свежую информацию читал по новым защитным ведением на бирже относительно таких высокочастотных ребят выше там 40-50 сделок кажется за секунду либо да вроде секунду в общем если идут какие-то сообщения от сервера клиента до просто блокируется торговая активность и никаких исполнений или в открытии закрытии перестановки ничего не происходит до выяснения обстоятельств очень много бирж сейчас меняют защитные вот эти и спуферов гоняют и просто те кто высокочастотничают коридор основного массива и тут поддержка еще также 10 115-10 155 хорошая была защита и вот реверс на вот этой массивности сформировали первый массив ушли потом второй защитили отлично и вот такая громадная плита если не уходит ниже десятки по моим ориентирам десятку будут стараться поддержать тогда вот пробуем еще ну плюс оценка внешнего экономического фона как возможный сценарий на продолжение роста я думаю еще могут повлиять понижение процентных ставок некоторых стран вокруг германии может даже германия понизить процентные ставки посмотрим все может быть до какого это все будет продолжаться предела уже настолько раздули эти пузыри экономические что как рухнет потом динамика с 15 6 и возьмем для оценки сравним динам динамику акции сбербанка за этот же период как они выглядят вот сбербанк очень так сильно шагнув до 153 немножко волатильность у сбера повысилась последнее время мы берем тут под подгонку сделаем по волатильности так 26 800 оборот на ртс и опять же защита была на двух сессиях вот этого уровня повышенная ликвидность также стартовали с защитой тут и единственное вот здесь вот не сильно было ликвидно в принципе там не так много участников было это относительно сбера в общем по итогу все обоюдно небольшие были расхождение и на газпром сейчас глянем можем сегодня сбербанк подробнее посмотрите на следующей неделе посмотреть более детальней валютные фьючерсные контракты это газпром выглядит он вот так вот это необычно причем причину мы установили поведение последние газпрома и уже есть мнение его как форварда менять на кого это вот потом не все сразу в общем даже не прошли выше 148 на газпроме то есть середину коридоров за этот период они осилили и посмотрим как будет свести 136 значит ну открыт интерес соответственно на сентябрьском контракте еще есть хоть не не самый топовый но посмотрим заглянем декабрьский что там у нас вот видите начинают потихоньку набирать уже самые хитрые вот на соточке видно зашли не мы их посмотрим валютные просто детальнее уже на следующей неделе как раз они экспирация будет акции можно в любой период смотреть детально так как у них экспирация только банкротство компании так это на декабрьском контракте в общем там уже начали заходить ребята соответственно пробуйте и вы чем вы хуже в любом случае потом закрывать придется на старом переносить позицию на новый вот смотрим на ликвидность важные уровни за контракт и здесь в первую очередь ядро которое было сформировано так плотненько и увесисто на 90 392 200 тут за три недели постарались сделать и еще одна неделька добавилась в защиту поэтому номер один поддержка даже могут немножко там 95 проколоть но вот этот коридор надо мониторить обязательно 90 300 и так плотненько возьмем 92 можно взять такая самая brent в но таки тёмные оттенки на будет сам и топовая вот выделяться на здесь мы сделаем оранжевый, а здесь пускай будет ярко-красный вот такие вот, самые красные это топовые, здесь базовый, ну, уже финишный такой коридор ядра 94 500 по 96 500 сформировали площадку в неделю, сдержались на максимуме естественно корректировались, и потом еще раз недельку перед пробитием вторую, третью и через 3 недели только ушли выше, соответственно тут около 5 недель, больше месяца, ну, суммарно порядка как раз 2 месяцев тут стояли в этом контракте плюс-минус детальнее вот, так возьмем это самый важный диапазон тут ставите как там с обозначением маркером номер 1 коридор пока РТС будет держаться выше этих массивов может быть коррекция, может быть флэт, все что угодно только не пробитие этого диапазона диапазона ликвидность обратить внимание идет ровненько ровненько вот 600 тонн ну там плюс-минус счет 20000 сессии, то есть все достаточно так размеренно себя ведет на декабрьском обороты еще небольшие 36, 23, 14 но уже работают люди что-то их заставило именно там на самом максимуме сенбергского контракта заходить сейчас посмотрим на дельте что же там они делали ну на текущем контракте тут почти на 25 тонн уже победа за селлерами как и по котировке видно так и по дисбалансу фильтры проверю все нормально так тут у нас навстречу 96,897,400 это по текущему контракту 4 сессии был байер ну и потом сдались нормально и четко было видно что поменялась активность с 9000 за байером на почти 9, ну там 8 с копейками на селлера после такого полета перед экспирацией не закрыть выше соточки это нужно было быть допустим не у терминала либо поехать куда-то отдыхать и совсем не брать с собой никаких гаджетов и не пытаться выйти в сеть чтобы закрыть такую позицию наверное только только по этой причине либо трейдер не знает что есть экспирация и надеется что это будет сделка вечной так ну в общем предел по дельте был топовый на селлерах 39 тонн байер выше около тридцатки выше 25 тысяч можно брать уже ну как ориентируй на следующий контракт уже повышенная дельта и стоит присмотреться к таким сессиям 28 тонн из этих 28 тонн 6 вот по 96700 почти 5 рядом и 4300 на 97300 в общем жесткий такой агрессивный перевес мы берем вот здесь учитываем пятерку так и не пробили вот она тут 6700 ну вот свыше 4000 5000 дельты по сессии за сессию достаточно такие весомые уровни тут была даже десятка 1 сентября рядом 6 тут почти 4 2 тоже 6 тонн 8 это уже на селлерах тонн пятерочка тоже на 98 сегодня не так конечно по ликвидности но посмотрим на декабрьском ликвидность плотно плотно прошлись на 98800 по 99200 ну вот в общем блок и потом вот две ценушки установили на 98200 болтается ну пятница на минимуме соответственно пока контроль байеров взять не могут вполне нормальным будет если будет на следующей неделе коррекционный момент продолжаться ну основные уровни мы с вами выделили давай сейчас спекулятивно по недельке закроем уровни из интересных это такая жуткая жесткая защита на 101200 101450 и такой оборот не слабенький 90 тонн за 15 минут это на сентябрьском контракте вот на за четверг четверг сессии было плотно поработали в понедельник прям настолько плотно что такой плотной гистограммы мало когда встретишь даже в сравнении с неделей тут прям вот под линейку как будто по каждой цене да это 15 минут 15 минут таймфрейм таймфрейм а это таймфрейм 2 таймфрейм 2 я пока не включал можно здесь да и включить значит среда часть четверга и кусочек пятницы ядро недели но не упускайте так же и коридор понедельника больно уж там по каждой цене кто-то с огромным количеством ликвидности весь коридорчик поработал ушел индекс ртс ниже в ипи то есть ниже среднеизвешенной соответственно получилось у селлеров и защита на 101 200 101 450 встретили ликвидно ликвидно два раза вот по массивчику добавили и все поэтому пробить этого коридора будет уже говорить о слабости вернее уверенности байер немножко забыл про четверг захватить 10 750 99 850 тут мы забыли про такой интересный и очень сложный четверг где открылись и практически там и закрылись кпд недели практически отсутствует ничего толком не изменилось вернули ценушку туда где взяли поэтому защита на соточке может послужить маячком на работу селлеров а вот на новом контракте ситуация ну здесь пока рано судить еще не перешли все поэтому немножко еще пару сессий пометается индекс S&P ой RTS когда уже выше среднего оборота выйдут либо хотя бы приближенно к среднему и по открытому интересу по ликвидности можно будет уже ну вот кто это в 2300 8600 кто это признавайтесь в чате есть кто это разместил 8600 контрактов в 23 часа ну не спится же еще на новом контракте так рубль вот так выглядит динамика контракта летнего на рубле ну не факт может быть он как раз так и сделан просто у него доступ к какой-то информации присутствует есть вернее так ядро контракта вот так вот выглядит и оно в принципе тут даже без расчетов по маркет профайлов и объемных данных можно визуально даже увидеть практически больше всего времени стояли как раз 64 800 64 920 65 640 самая объемная часть давайте более точно сейчас выставлю 65 600 и 64 920 ну прескейл менять не будем вот таким образом это коридор номер 1 если дальше динамика будет на снижение ключевые уровни вот это плотное очень аккуратно проторгована несколько сессий чтобы такую красивую модель создать поддержки на уровне 60 давайте лучше это мы посмотрим на клацер профайля открыт интерес потихонечку но не критически начал уже на снижение держать курс уже выходит потихонечку но 63 750 округлим так для точности первый раз попробовали второй раз и третий раз не опустили соответственно там похоже центробанк ворочает защитные инструменты точно такая же зеркальная модель сразу же на 66 900 67 600 и больше не выпустили из этого коридора до текущего дня поэтому в какую сторону выпустят в принципе возможно на ближайшие там месяц такая динамика и сохранится дельта сегодня сентябрьский контракт 163 на стороне байеров больше дельты байеров в этом контракте не было вот 148 конкурент тут 158 но 163 непосредственно только сегодня эксклюзивно последние торговые сессии этого контракта самая такая агрессивная дельта по продавцам было даже 215 тонн но это вот предельно как могут жахнуть 250 215 тонн декабрь декабрь смотрим 35 уже 7 числа набросали десяточка десяточка покупали видите в основном с конца августа пытались зайти на бай а это видимо их наказали ликвидность сто сто шестьдесят восемь сто семьдесят восемь и двести восемь было бы вообще класс уже оборот в пятницу из них да ладно сейчас давайте посмотрим интересный момент режим бедаск включим очень сильно дельта так дельта у нас все я перепутал 35 тонн и новый контракт на старом 162 тысячи с трех четыреста миллионов и в процентном соотношении тут около пяти процентов всего перевес по дельте выше вот было 14 7 6 процентов и такая же по дисбалансу дельта была еще в начале контракта ну тоже неплохо на самом деле как бы перевес пять процентов это новый контракт тут как видите распределение дисбаланса не особо за за байерами поэтому внимательно аккуратненько смотрите как бы это не было прощанием с 66 и затем пойдет пробитие 65 но ликвидность уже там есть и уже торгуют на неделе тут самое вот по сентябрьскому контракту ликвидная массивность образовалась 64 720 и вряд ли там эта массивность образовалась как раз на открытии позиции под экспирацию поэтому учтите в своих торговых сценариях и перед открытием позиций так ну здесь придется объединить 64 765 это понедельник вторник среда попала в этот коридор и текущая пятница грубо говоря по этому коридору прошлись все 4 сессии из 5 и супер реверсивная сессия в четверг настолько красиво отрисовали разворот прям смотрите как кто-то очень искусный фанатик финансового рынка видите даже не не определешься все все по-честному и подпись на сколько там на 332 оборот за 15 минут ничего так тут почти полмиллиона в общем 63 956 4 130 в качестве поддержки тут самое важное как раз пробить диапазон те кто на шортах будут работать обратите внимание пятница закрылась на потолке сессии но не на потолке недели поэтому тут еще есть уровень сопротивления это такая необычная активность понедельник плюс торник мы ее назовем так ядро зафиксировали да 64 765 все теперь убираю эти поддержки и основные массивы и вот уникальная схема растраговки такая на рубли только на РТС может встретиться значит 64 980 по 65 070 утром они размещают объем потом толкнули маркет передумали возвращаются обратно и на закрытие тут же там где открыли бросают кучу объема на следующий день открывается совсем не там где закрылись и естественно рынок сразу же падает к этим уровнем стоят мучаются думают что делать на открытии штатов все вроде спокойно идем по плану набрасывают очень много объема опять же на этом уровне и затем с обезбашенными темпами идут на пробитие разворотной массивности понедельника получилось пробить и затем вы уже видели что произошло вот поэтому поддержка вернее сопротивление вот этой активности второго ранга по классификации но все равно пускай будет из сетки как раз тут и остановились посмотрим по дельте что же там такое произошло вернее не по дельте надо еще спот включить вот на рубле мы уже с вами смотрели дельта а вот на спотике сейчас мы забыли совсем так значит ликвидность не аномальная стандартная ну и не низкая это хорошо это относительно вот этого отчетного периода это спот поэтому тут экспирация дело фантастическое значит за летний период вот этот 15 июня по текущий торговый день только спот смотрим плотно очень плотно в июне проработали как раз 64 плюс-минус там до 64 с половиной сбросы до 63 и удерживают пока вот в рамках 65 64 и это уже пол периода две недели защищались на 67 тут коридор ровный то есть 66 10 67 10 похоже попрощались так как модель на снятие стопорей четко отрисовано и вот массивность на 64 опять что-то у них так притикло это расширение значит самый важный диапазон 63 90 64 90 либо же берем округляем 64 65 если на споте пытаются пробить 63 могут не с первого раза это сделать так как тут две недели ну не две раз два три четыре пять сессий и разворачивали причем так ровненько ровненько видите какие бывают крупные участники так прям под линейку точно так же здесь три сессии сказали выше 67 10 не пускать так они и делают поэтому если вы видите в одну и ту же сессию вернее цену две три сессии стоят на споте соответственно торговые решения тут я думаю вы сами уже придумаете так стоят пока в массиве важном и вот кто же все-таки осмелится расширить тот я думаю ближайшее время на месяц там на неделе три так минимум может удержать динамику последний коррекционный такой момент там 5-6-5 сессии подряд были на снижение вот и снижение так бралось на повышение ликвидности по дельте сейчас еще заглянем в душу спот посмотрим ну вот набираются пока байеры ну не аномально то есть были получше времена 800 талили 700 700 объем ровный поэтому дельта тут такая можно сказать на грани повышенная там и аномальная то есть ну аномальная вряд ли но вот стандартная и вот между маркером повышенная если бы ликвидность была побольше вполне могли бы еще дернуть маркет но в любом случае смотрите присматривайтесь потому что тут ток активность набирает обороты и опять же с вот этим уровнем поддержки вы это у нас раз и двадцать сейчас мы отключим и так где же они там поработали хорошенько вот она сильная дисбалансировка и 6390 тут байра в коридор 64300 вот три сессии вот на росте дельта плотненько в коридоре все как положено по по госту евро так сори это банды зашли на гости так мы ставим ноль ну не из лучших конечно контракт ну плюс сейчас не самое лучшее время для европы в истории европы были времена и получше ну как говорится всему свое время тут просто не заметить этот крупный массив невозможно поэтому без сомнений 1 1090 119 берем в качестве ядра контракта и контракт по сути ближе к максимуму пытается закрыться вот такие важные уровни еще пока не пробили это первое массив с открытия сентябрьского контракта видите как набросали настолько дисбаланс создали что вот под новости сразу рухнули на 1 1 но тут поддержка была причем видите остановилось безумие как раз на этом уровне и потом это безумие неоднократно тестировалось и неоднократно защищалось поэтому 10 вернее 1 1 можно так назвать несомненно получает статус наиболее важного уровня поддержки то есть неоднократно подтверждающий свою важность 10 95 тоже вот но не такой как предыдущий второго ранга и тут сражалась целая неделя за 114 119 возьмем тоже второго класса ну и свежих а вот сопротивление тут идет уже на цифры 13 и это понятно почему тут у нас 1280 и 1335 открытие контракта объемная тут и защита была и даже вот вроде как прощается но слабо в это верится по техническому анализу можно провести такой прям просится равноуделенный восходящий тренд такой вот так вот ну у меня никогда не получалось особо чертить вроде на глаз так о и если этот массив не пробьют что по техническому анализу это уже указывает на замедление роста что по объемному анализу не пробитие массива сопротивления вполне возможно что он начнут расширять этот равноуделенный канал и пытаться вот самое главное вот смотрим здесь 1.1 и 10.50 там могут выбрасывать по стопорям те кто будут заходить на покупку ликвидность начинает набирать обороты вот чем ближе к максимуму тем интереснее все там поработать и все внимание на еврик обязательно фактически вполне может быть атака на следующей неделе 114 118 если будет очень грубо удерживать можем тогда дождаться под конец недели и на 1280 на недельку вторую вот важные уровни с ними будете работать фунт сентябрь 16 вот по дельте пока еще работают на этих контрактах 316 318 и очень уж прям не стесняясь посмотрим сколько там объем это было и 7 то в общем вот 750 дельта на сервере рядом 33 33 20 тоже дисбаланс очень сильный был на сервер 400 два раза так а где же моя программка рисовал как делась 11 исчезла куда-то вот она значит вот поддержка спекулятивна 316 318 это просто дельта открылась класса чарпи набирает обороты дельта на шорт при таком движении открытый интерес просто нет смысл смотреть на все контракты и плотность этого контракта не похожа на фунт обычно подвижный такой матерый ну это если грубо взять более точно так смело 33 331 по 313 фактически 90% контракта простояли раз массивность на поддержку посмели попробовать не пустили это поддержка номер один на фунтяке берем обязательно на вооружение пригодится и 29 25 тут неделя боролась и потом еще неделя защищалась ушли 1 2 3 3 сессии на рост было после защиты 29 25 1 3 но на этом груз не закончилась пока вот пришли на сопротивление тут встречали очень волатильно но встречали и не пускали выше в этот раз они пришли сюда достаточно на спокойных сессиях и никакой волатильности не произошло поэтому в скором времени там пробитие 3370 3435 ну не удивит я думаю никого давайте посмотрим что там на декабре да уже начали тут работать на фунте на декабрьском и смотрите что тут происходит надеюсь вам видно хорошо чисто из-за диаграммных ну вернее гистограммных отображений мы видим плотность объема на 32 275 и тут же сегодня остановились на этом же уровне если как-то у них будет складываться очень сильное отношение к этому коридору не будут пускать ниже могут стать еще до 3-4 и хотя бы на следующей неделе постоять но если с сильным сильной такой динамикой уходят на 32 и ниже соответственно это мы увидели прощание сентябрьского контракта но перед пробитием 3-4 это достаточно ожидаемая массивность и на следующей неделе попробуют пробить или не попробуют как раз подпроцентную ставку англей неплохо бы это сделать ликвидность не самая веселая последнее время я думаю доигрались до брексита в общем немножко упали обороты на фунте как и внимание к нему были гораздо выше даже не заметил этого массива вот так вот в общем это явно точно здороваются с королевой наверное каждый день услышали от нее что-нибудь там такое важное 4650 4750 уровень сопротивления отмеченной королевой даже наверное и она там тоже стоит в этой позиции сбросили все кто мог услышать про эту информацию и пошли вниз ключевой уровень я думаю стоит вам его зафиксировать 48 4650 кто-то очень 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 много знал чтобы там зайти на шорт так это был фунт и уже 6s было идея посмотреть ну давайте глянем так так побольше поставим фильтрацию тут еще сентябрьский ну очень очень открыто развернули 34 0362 это на текущей неделе и по важным диапазонам за контракт идентично тоже в коридоре стоит причем не так все выглядит некрасиво как на еврике но более аккуратно по европейски я бы сказал лимиты чуть поставим значение посильнее тут мы трешку вполне можем себе как цель и тут мы снимем лимиты чтобы они нам не мешали вот уже вот так вот поднялась ликвидность на франке ядро по совместительству с поддержкой тут неоднократно отстаивали 1.02 плюс-минус поэтому поставим маркер зеленого цвета основную роль сыграла конечно после коррекционного момента вот эта неделя и вот эта попрощались перед ростом защитили раз недельку вторую недельку защищали причем ликвидность даже поднялась и пока вот еще массив как раз в этом плюсуется все суммируется прощаются то есть будет поддержка относительно прошлой недели ядра либо это прощание с 0.32 и поход на 1 сопротивление соответственно с кожи картина вот тут целых две недели в начале контракта с хорошей ликвидностью и ушли на затяжной нисходящий тренд на шорт вот такие открытия контракта очень очень распространены были раньше недельку две стоят в коридоре плотно либо хотя бы неделю и потом на месяц уходят однонаправленно по тренду полконтракта можно было спокойно работать без нервов ну сейчас немножко волатильность добавилась всякие высокочастотники ну все равно интересно так защита такая более спекулятивная ну присмотрите сам кто в позиции 0.32 0.36 тут три сессии со сильным итогом и как раз вернулись именно сюда но поддержка 16 по 23 обязательно на весь декабрьский контракт пускай будет не убирайте пока не пробьют это очень может случиться достаточно скоро и как локация на идею поддержки этого коридора либо уже пробития использовать можно и так и так или даже одновременно ну ликвидность проскакивает но видите здесь такими волнами в отличие от поддержки которая была такая сессия 32 тонны 40 тонн средняя тут была около 18 за день смотрим дельту раз там кто-то в позиции стоит так ну по дельте видите тут франк намного техничнее себя показывает обратите внимание если защищают цель там даже видно видите ни тут ни одного огонька зеленого нет видите маркера вернее все технично работает тактично защита таки да тут защита видите все как положено и защищаю тоже на хорошей дельте это вот отличие популярных инструментов как говорится на слуху всех и инструменты которые торгуют немногие как раз вот те кто такие инструменты торгуют более смышленые либо же с огромным опытом уже понимает что лучше в тихой какой-нибудь там валютке по типу франка себе потихонечку зарабатывать чем с таким гигантом как евро долларов тягаться в куче со всеми значит 04046 тут действительно была активность на сейлерах 4 тонны прямо там на 44 бросили и с 26 по второе тут вот за сентябрь сражались байеры дельта на шорт не аномальная то есть не психанули возможно сбрасывают экспирацию там эти покупки которые в начале сентября бросили видите падают на дельте плюсовой то есть сегодня показывает плюсовая дельта она близится к нулю тут хоть по штуке было здесь на сессии идет на снижение дельта плюсовая 0.2.15 вот здесь еще самая свежая активность это это вот по самой свежей 0.1.65 так все тогда сбербанк и газпром на следующий раз на следующую пятницу мы оставим сегодня уже не успеваем давайте сейчас быстро еще австралопитеков посмотрим так давайте сразу на дельту идентичная картина равноуделенный канал который пытаются уже пробить на снижение ну в любом случае обратимся к более точнее данным с 6 сентября эра байеров которая начиналась тут с 29 августа и закончилась 5 сентября сместилась в сторону королевства селлеров и тут 76.45 по 76.90 плотно всю котировку забомбили селлеры давай сейчас проверим тут еще с перевесом и снимаем фильтры по объемной фильтрации ставим только потенциальную так у нас поддержка вот видите плотненько плотненько тут даже есть 25 тысяч 18 74.90 это если уже убрать действительно где старались очень сильно создать перевес и более точно 76.80 76.90 сейчас затем не сделаю уровни вы заметите вот они тут три сессии и еще 26 числа тут каким-то чудом 7300 по объему 2600 проскакивает тут аномальные 17 тонн 15 проходят ну в общем пока вот 4 сессии четко идет контроль за селлерами собственно сразу видно это и на котировочке но как ну не исключение но вдруг это все-таки произойдет если у вас такая позиция открыта 75.90 76.15 тут последние такие вздохи байеров были и еще вот здесь вот видите плотненько насморк вот такие два массивчика оставили интересные и как-то уже быстренько пытаются сбросить если в понедельник вторник ауди начинает возвращаться на 76.50 как раз на этот массив желательно сразу в понедельник то вполне может быть что это мы видели сброс топорей вот этих как раз байеров обратите внимание идет снижение сессии а дельта еще меньше чем сессия которая во флете стояла то есть ну 3.800 вон на минимуме уже пакуют видите девяточка вот тут была 2.0 сентября вот девятка восьмерка тут 17 17 14 прям пачка целых объемов прошла 1 сентября детей в школу отправили и сразу купили вот весит прям на цену выкидывают объем могут здесь остановиться и в понедельник если возвращается быстро на вот этот массив 76.40 70 655 то могут не не идти дальше на шорт как раз трем семерочкам джекпот достаточно такая видите затяжная была динамика раз два три четыре пять шесть семь восемь сессий подряд на рост и это потом сразу вот за две сессии слушайте да тут прям просто халява какая-то была в одну цену две недели 74.45 дельта на покупатели или не хочу видите в общем бросайте этот еврик торговать вон какие инструменты есть будут техничные все четко по существу так давайте быстренько нефть захватим сейчас надо всех сориентировать по нефтяному сектору так как тут и ртс зависит от вариации так бренд ноябрьский контракт уже вторую неделю шторм штормуют и 48.70 49.70 чтобы запомнилось две одинаковые такие цифры и поддержка вот 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 здесь четко вложились раз два три четыре пять пять сессий постарались хорошенько и задержали снижение не пустили ниже 47 то есть тут вот такой вот барьерчик осталось только 50 51 я думаю здесь чисто психологический уровень возможно даже политический уровень сопротивление ну пока вот массивность тут было на 19 августа даже тестировали последний раз 26 не пустили выше потому что за 51 я думаю там психология уже такая начнут набрасываться байера и просто раскачают бренд до 60 запросто плюс зимний период близится и заранее будут покупать контракты с поставкой уже ближе к холодному периоду поэтому вот сентябрь и октябрь почему бы и нет так сравним с дельтой бренд на дельте три дня более-менее потом выдохлись судя по всему 150 тонн обороты из них до 5 процентов дельта на шорт ну могут откорректироваться осторожнее в вот видите 5 5 и 6 и потом три сессии тоже и 6 и 6 процентность была высокой в общем и шансы на еще немножко корректироваться пока будет экспирация других контрактов в общем под это дело могут немножко устроить раскачку и селька 46 86 по 47 75 ну вот до 47 30 это точно 84 47 30 и что это было я думаю мы сейчас на дельте узнаем 115 тонн в 1100 на на бирже наймакс по силе что-то произошло я думаю нефти трейдер какой-то заснул и мышкой нечаян открыл огромное количество контрактов массивность 45 50 по 44 80 это понедельник вторник на реверсивный кстати среда хитрая среда модель хитрая и вот здесь очень много объема в коридоре прям вот разбросанность массив 46 84 47 30 присмотритесь в качестве сопротивления но если его без какой-то либо даже трудности начинают пробивать на следующей неделе то я думаю будем выше 48 в ближайшее время обратите внимание практически основную часть недели очень серьезно расширяли байера котировку то есть коррекционные моменты создавали в основном не на особо длительный период и не такой объемный это хорошо видно на реверсивном графике платформе волфикс интересно по 11 часов что же там произошло селька смотрим так это у нас процентная дельта нам нужно так вот более-менее докладная ликвидность пошла дельта не аномальная но вот тут видите двадцатка по объему и дельты там кот наплакал больше даже бросили на 47 70 вот в общем четверг 3 800 за сэллером вот и можно даже спокойненько так выделить поддержку кову фу 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 вот тут 45 почти по 44 20 тут у нас и по 500 контрактов и по 600 были дисбалансе сейчас мы немножко настроен так 3 800 вот эти пакуют это дельта мы по объему посмотрим 21 тонна уже зашла и 17 убит 20 на паску заходит на минимуме пятницы так вот давайте заглянем все-таки на четверг восьмого числа что там произошло по дельте на таймфрейм ну хотя бы там пять минут да не там кажется было какое-то соглашение по с арабами я красотство увидите нету вообще бедов это просто одни байеров заходят тут никого даже и желание не было продавать значит на 4619 по 46 65 когда-то там 2008 2007 году запросто мог здесь появится гэп никаких сделок могло вообще не отобразится просто пролетели бы была бы гэповой ситуации противовеса не было абсолютно соглашением было 5 0 9 вот видите я просто за нефть и так только по котировки смотрю за новостями не детально не присматривают ну юрий в группе wall street онлайн выбрасывайте новости по нефти почему бы нет тоже важно в общем дельта там было и 500 с почти 72 тысяч контрактов итак золото и будем прощаться на сегодня все встретимся 14 сентября на открытом вебинаре как раз преддвери smart volume трейдинг кафедры подготовки трейдеров и ядро здесь 3 13 41 13 56 половиной плотно зона стоимости чуть шире но мы лучше в этот уровень выделим качестве поддержки контракт у нас тут ликвидно пошел уже с 27 07 соответственно тут не за горами уже и может даже торгуется сейчас посмотрим ну есть немножко тут 1700 конечно ну так 13 17 по 13 11 в качестве поддержки это вот буквально через неделю того времени не так много прошло свежий более уровень и такой ориентирный уровень проверки на защиту байеров 13 24 13 30 техническом анализе могли назвать этот момент голова и плечи разворотная модель здесь двухблочная модель на покупку с достаточно нормально хорошо построенным расширением вот и ликвидность есть осталось только вот сам коридор ядра дальше расширить но тоже не все сразу здесь присмотрится на экспирациям и потом пойдут на 13 73 потом пойдут праздники зимние потом затарка будет золотом на всякие украшения тоже почему бы нет и если будут падать индексы осенью то особенно под выборы президента америки куда будут сбрасывать весь раскачанный кэш на фондовом рынке естественно в золото в серебро это вот те кто не знает куда более таки хорошо проинформированные участники торгов могут и не в золото в любом случае две сессии по 200 тонн оборот были хорошенько на покупку сейчас мы посмотрим по дельте так если там все было удачно как показывает котировка расширение на хорошей ликвидности и осталось только дельта так тут у нас ну видите не тогда уж и агрессивная дельта на покупку на золоте тут вообще было две тонны скорее все сбрасывались топори байеров с первого сентября так жутко и потом так ровненько но очень слабо по дельте особенно интересно вот шестое число здесь она совсем нулевое общем под этим детально разбираться здесь очень очень интересно десятка и вот еще две десятки а сегодня тут по 2 9 тонны 8 бросили вот у нас коридор в общем смотрите здесь как-то уже очень два дня подряд идет веселая активность по дельте она там тут на сервере а здесь на байере в основном весь коридор в общем если 30 13 48 раз 50 будет охотно не пускать ниже цену школу то могут возобновить в общем динамику чего бы нет в сценарии на покупку понедельник желательно чтобы даже не не пробовал идти на 13 35 вот остался хотя бы там в рамках пятницы в идеале вообще потому что здесь две с половиной сессии на 50 на 55 осталось корректировка это добавим девятое число и вот 13 13 пока еще нет 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 достали все всем спасибо до следующей пятницы в следующую пятницу больше уделим внимание и в акциям газпром сбербанк и больше нефтяному сектору и индексом как раз уже под завершением на сегодня все спасибо что пришли в всего наилучшего до свидания нам пока и и и и и и и Продолжение следует...